всем привет друзья с вами малдер и мы продолжаем играть в даст волчару я уже наблюдаю с левой стороны экрана что-то загрузил и волки появились прям из ниоткуда можно сказать да вопрос теперь вот такое как там уничтожить вот эту вот хрень а учетом стоит придут потому что мы уничтожить и не надо как нам это сделать не знаю ах ты лучше и кусается скотина сохраняшка есть ему что посмотреть как-то можно нет нельзя нельзя походу а может на другой локации у нас есть бомба нету а как же стоп но мне интересно просто там пол проваливается кстати сказать может быть нам ах ты сука может нам здесь как-то надо волковская блять пошел отсюда может здесь ты провалиться надо куда час мы с вами то выясним нет никак от почему а почему стой 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 да ну зачем смеешься что как так нет не могу туда пройти вообще никак но поехали вниз тогда опять опять вниз бомба 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 это хорошо так ли к себе но мы сейчас очень долго будем ехать на этой штуке я не знаю не заряд кончится наверно уже как это к этому времени надо еще не дать ей куда ты блять дура ах сука не надо взорвать не дают не дать ей взорваться пизда нет очень сложно будет нет не так сложно это будет очень долго так что не будем выебываться оставим этот сундук там а может здесь наверху чуть есть погоди к нет ничего тут нет ничего тут нету да взять так конечно бы его хотелось ну ладно хрен на него идем дальше идем дальше тут ветерок как-то дует продавана нам отдать и точно нам нужен продаван продаван что-то там создать нам на нам же надо было волчар вон скользят тоже на таком ветре слушай чем ветер то ли действительно сильный кастолик костюм то ли чё ли нам надо то ли кулон какой-то охренительный ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй так 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 тихо 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 нам надо пройти вот успели волки волки упрыгали вниз хер с ними они нас очень не интересуют скотина хотя к шкуру можно брать шкуры нам еще нужны были точно вот забыл только для чего ну для чего то нужны все на обмундирование так сказать все в дело так сосульки нахуй волку пахаре по башке прилетела так стой 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 зубр зубар ты сдохнешь нет сегодня ох блять зубар кони двинул кони двинул зубров двинул да здесь у нас шипики здесь прыгать то тоже опасненько как бы ого и здесь шипы были нас ветром могло прям на шипы на эти сдуть так волки волки идите нахуй не хочу с вами связываться но я тебя вот заебаем и вот это вот джентльмена усего ах блин жалко сундучок то не взяли а что-то прям так хотелось так хотелось оба платформа твою мать а там наверх можно было стой блять куда там можно было наверх проехать ой все кирдык там точную проход про пролет проход был наверх надо как-то нам запрыгнуть аккуратненько где его блять мимо нахуй нам надо на другую туман на ту вот она и она по моему до самого верха достигли нет ни хера а вот это вот и и это нет ладно тогда сюда пойдем телепортик сохраняшечка здесь тогда чего нас продавал отлично продавал все подожди продавал сейчас мы тебя чем продадим то есть продавал не нам продают а мы продавал продаем товар вот шкура вот это вот куша шкура зубра 250 сколько стоит то будет а нам их надо 4 повода хорош хорошо выходим все 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 я понял ты очень рад встречи со мной был вот тут наверху чё-то ж было ой только не в этой стране стоп инвентарь то ли вот вот это нам надо было сделать камушков не хватает камушков надо 5 шкур волчьих сколько можем купить волчьих шкур 6 купим ну-ка обратно на шкуры есть камни камни тоже есть шкуру можем сделать хорошо четыре камня еще у нее есть наличие и вот эту штуку нам надо куда-то купить было тысячи я ебу блять вот это цены на теплые свитер защита 180 оба на а где вы его взяли-то я даже не видел 20 тысяч стоит на мы с каким-то ширпотребом ходим 108 защита 8 удачи а это 8 удачи 200 защиты 2 восстановления да ну тут конечно будет покруче да сделать сделаем и напяли в напялим сейчас его отлично плюс ко всему какая-то подвеска была вроде бы крутая 100 атак вот это вот до 80 защиты 14 удачи и и делаем нас не хватает две вот этих штуки а блять купить магазине нету твою мать две штуки нам надо хорошо хорошо сейчас магазин обновятся и мы обязательно ее купим это что такое смотри наверху деревня вон там наверху думаешь это лагерь лунокровных о котором говорил кейн нет это что-то другое это хватит разговоров пойдем ты сам начал а здесь тогда чего погодите может тут что то есть юбки здесь здесь была дорога я помню ее до того дня здесь была дорога ну тут все завалило к чертям собачьим но это ладно это хрен бы с ней как говорится как говорится а где дорог ты чуть не по качели что нет невозможно кассе как ты мне назвал кто ты такой что ты тут делаешь ты ты был мертв нет нет это невозможно я не знаю что ты за демон но ты не приближайся ни на шаг убейте эту тварь твою мать ого спакуха вот так сделаем по пяти хаточки блять срубаем в полете просто просто блять опасненькие типки то блять на самом деле зачем зачем уничтожать такое прекрасное место мы не хотели ничего подобного даст о чем ты говоришь и кто такой кассе это не это не мое имя свое я вспомню узнаю как только услышу его веревки какие-то он дали горки на мысли че локацию надо деревня зеплич 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 как правильно не знаю кажется это место было разрушено очень давно год вообще-то откуда ты знаешь это была деревня джинджер я был тут год назад по версии фьюза а также джинджер я помог убить всех жителей деревни отдаст но я ничего такого не помню я вспоминаю это место но кажется я был тут еще задолго до этого года арах что это значит это значит что внешний вид обманчив изучить тщательнее деревню даст посмотрим какие секреты на скрывает изучить деревню может в дома какие-то можно пройти лишь что-то еще а кстати смотри-ка этот дом даст ты помнишь или что-нибудь помнишь ли ты что-нибудь это невозможно да давайте войдем ох как темно у нас есть кольцо кстати световое даст как теперь ты понимаешь но как арах я не понимаю ответ находится выше даст это его дом что тип того или нет или этот дом джинджер чуть джинджер она спала вот здесь в ночь когда я пришел попрощаться но я колебался я не хотел не разбудить не хотел чтобы она беспокоилась за меня она не могла знать что я задумал даст о чем ты она не знала что собирался отомстить за наших родителей в смысле ты но как что здесь происходит я теперь я вспомнил но как как я мог помочь уничтожить деревню и вместе с тем стать жертвой этого поступка это невозможно невозможно лишь для создания с одной душой джинджер эти глаза я узнаю эти глаза и так митрарин ты хотел ты наконец увидел правду кто ты митрарин господи язык ты сломаешь я старейшина грей айс предводитель лунокрылых ну по крайней мере лунокровных господи ну по крайней мере тех кто остался что ты что ты этим хотел сказать что я наконец узнаю правду что ты обо мне знаешь его глаза старейшина это глаза джина они невероятно похожи на глаза твоего брата да это потому что его душа живет внутри даст а что однако для достижения наших целей необходимо две души душа невинного это благородно но без навыка без силы даст а даст а бы победили так же легко как и твоего брата в тот роковой день нет так что ты так что мы объединили душу твоего брата с душой его убийцы королевского головореза известного как кассий они погибли одновременно их души переплелись навечно никогда раньше таком не слышал то есть душа убийцы душа убийцы и вот это ты убийца мои родители не сделали ничего плохого тебя обманули кроха твои обратились против своего короля акт настоящего предательства во главе всего сопротивления стояла только твоя семья и больше никто ты уничтожил мою деревню убил моих друзей семью сегодня ты умрешь мне не понравится убивать такого юмса дитя но ты меня вынудил они наверно друг друга грохнули в тот день свершилась несправедливость касси убил беззащитного джина но гордость и высокомерие погубили его но как как это это создание может быть моим братом нет это невозможно я не смог вспомнить тебя даже тогда когда мы встретились ты джин да но также и касси две души постоянно в противоречии душа невинности душа силы вместе в единое целое которое мы называли митрарин рожденный из праха митрарин татарин я даже не знала что произошло однажды ночью джин просто исчез я постоянно надеялась что когда-нибудь он вернется домой живым что он все так вернется но можешь ли ты быть им джинджер я не знаю я не знаю полагаю даст у тебя много вопросов прошу задавай их то вообще такое кто или наверное что я ты то что мой народ зовет сэн митрарин рожденный из праха созданные сущности самой нити жизни видишь ли наш народ находился на грани вымирания долгие годы генерал гай планировал стереть нас с лица земли и пусть даже наши воины горды и сильны как мы могли как мы могли выстоять против столь могущественного врага враг был силен по всей видимости чтобы победить генерала гая и спасти наш народ нам нужен был воин способный выстоять против целой армии этот воин также должен иметь чистое сердце несокрушимое поэтому вы выбрали касси и джина как вы и сказали противоположности именно касси один из сильнейших воинов которых видел мир а чистота сердца джина помогла бы привести этого воина к спасению нашего рода ты был рожден из павших душ рожден спасти нас спасти этот мир не почему память вернулась ко мне только сейчас я даже не узнал джинджер когда встретил ее ты можешь обладать душами двух существ но тело и разум твои собственные ты был создан для спасения мира так что мы решили чтобы не чтобы и что если наделить тебя воспоминаниями одной из душ это отвлечет тебя от главной задачи я понятия не имел кто я и что я должен делать ты можешь говорить так но все равно ты делал именно то для чего тебя создали ты спас случайных незнакомство незнакомцев возле авроры ты остановил своего заблудшего брата фьюза чтобы он не уничтожил то что мы желаем спасти ты спас мэтт под и вернул воды жизни в эти земли ты изгнал динамин демоническую ярость из этих земель и даже помог двум душам снова обрести покой ты можешь не знать свое предназначение но это не помешает тебе его выполнить и теперь я здесь да теперь ты здесь и мы можем покончить с этой битвы раз и навсегда кем был фьюз кем был фьюз он совершенно не похож на вас хотя и говорил что является лунокровным фьюз он был отважным воином и близким другом семьи джинджер он помогал перевозить товары между деревней нашим лагерем после уничтожения деревни полагаю он помутился помутился рассудком его тело было ужасно изуродовано после нападения он мог выжить лишь в особом костюме из волшебной брони который я помог создать и он требовал немедленно атаковать генерала гая но я не внял ему во имя возмездия он был готов обречь нас на гибель у нас не было ни шанса когда запретил отправлять воину в бой он назвал меня трусом и поклялся что уничтожит гая со мной или без меня я боюсь что броня которую мы создали для спасения его жизни вниз неисправимо повредил его тело и рассудок бедняга если бы мы могли до него достучаться нет вы правильно поступили убив его если бы он остался в живых неизвестно что еще бы он оттворил джинджер права не фьюза невозможно было спасти и ради всех нас я надеюсь что это не касается с того мира а и того мира что он жаждал защищать как во всем замерзан арах и что он вообще такое это один из пяти клинков элизиума древнее оружие выкованное когда нас было много а пути без пламенного света был широко распространен подожди что вообще такое путь без пламенного света путь которому мы лунокровные продолжаем следовать это образ жизни образ мыслей который позволяет нам использовать силу древних и великих магия без магии я так запуталась наверняка как нимбат хранитель меча ты изучала древние доктрины и ты должна знать что в случае если меч был вызвана его законным владельцем ты обязана следовать за ним я должно быть пропустил эту часть ты не ответил на мой вопрос клинки элизиума были созданы чтобы направлять владельцев даст и я был призван к тебе чтобы обеспечить баланс между душами внутри тебя о майстер мой старый друг так приятно снова услышать твой голос прошло много времени учитель секундочку как это возможно что вы знаете друг друга мой клан хранил меч в секретном месте более двух сотен лет учитель грей айс живет очень очень долго фиджит дольше чем любой из нас из вас точнее то есть ты был послан чтобы следить за мной чтобы помочь тебе раскрыть свой потенциал ничего больше у меня больше нет вопросов что дальше ты должен присоединиться к нам в лагере лунокровных на севере у водоема вечного рассвета случайно это не рядом с вулканами вечного рассвета это одно и то же место да это просто великолепно вулканы точно что может быть лучше место чтобы скрыться чем самые взрывоопасные земли во всем королевстве а я знаю как насчет мирного луга или тихого леса или любого другого места которое не взрывается каждые 10 минут даст кажется твоего спутника переполняет эмоции нет я в порядке давайте вперед к взрываю взрывающимся горам в самом деле я серьезно фиджит ты должна поверить в меня я поверю в тебя когда ты сам поверишь себя как насчет этого кто ты такой на самом деле я даст наверно я видишь ты до сих пор так не разобрался ящер сказал тебе это прямо в лицо а ты все еще не знаешь фиджит пожалуйста успокойся ты не должна проверять своих друзей таким образом я просто если я посовет последуюсь за тобой буквально до конца света я должна знать за кем иду и зачем я понимаю фиджит ты права я не имею права требует чтобы ты следовал за мной я имею ввиду фиджит вы с дастом бок о бок прошли весь этот путь ты смотрела как он спасает этот мир как ты можешь продолжать сомневаться я просто никак не возьму в толк неважно что он думает о том кто он есть он даст вот он кто тот кого я знаю фиджит прошу я не справлюсь без тебя не мог бы ты не мог бы ты это повторить я сказал я не справлюсь без тебя извини просто никто не говорил мне такого раньше и это не в последний раз уверяю тебя ты готов митрарин готов тогда встретимся водоемом вечного рассвета пока даст увидимся там но сколько пиздежата было задание обновлено и чего мы тут видим в этой домушке больше ничего нету походу до дверка на выход это наш старый дом как я в общем-то и предположил сохраняшечка есть давайте кстати это самый сохранимся это что-то не сохранялись все сохраняшка прошла генерал гай какие новости командующий я не хотел верить но кассе заодно с лунокровными он предал нас это мне решать наши пути пересекутся в лагере лунокровных я уверен в этом я лично поговорю с ним это разве благоразумно наша победа уже почти свершившееся дело командующий наши силы превосходят их числом в десятки раз у нас есть передовые технологии элемент неожиданности тогда зачем церемониться с этим негодяем с этим наших солдат какие еще нужны доказательства что он предал нас вряд ли кассе предатель командующий лунокровные захватили его разум заставили его совершить все эти действия против нас как только я смогу поговорить с ним как только он вспомнит что кто на самом деле я уверен он вернется к нам но так точно сэр как пожелаете кассий мой старый друг пока ты дышишь я сделаю все возможное чтобы освободить твой порабощенный разум я обещаю горы блэкмор а мы тут вроде все сделали уже для святилище стопро перевал лучников сто процентов сто процентов леса бадис долина айвидейл скрытая бухта прогалина 38 процентов золото только собрали принять ну ладно пойдемте дальше выдаем вечного рассвета выдаем вечного рассвета глава 5 легенда лагерь лунокровных сохраняешь к еще одна ты глянька это что такое чуть такой тут же вулкан прекрасно ты кто-то идет а это вы мои извинения митрарин пожалуйста проходите это что за чертила а я здесь могу пройти это кто такие блять это лунокровные то есть мы идем типа на войну прям сразу же сколько много у вас кто-то а это этот самый старик мы приветствуем вас сэн митрарин подготовка к войне практически окончена хорошо я сейчас здесь могу я чем-нибудь помочь на слишком мало у нашего главного инженера сан джина проблемы с системой обеспечения нашего лагеря когда сможете идите поговорите с ним я уверен он объяснит что делать дальше кроме того что то случилось нашим разведчиком киром от него не поступал отчетов уже несколько часов но из-за подготовки к бою мы не смогли собрать нормальный поисковый отряд он патрулировал патрулировал к востоку от лагеря попробуйте найти его баба какая-то с ней тоже а это сестра же господи джинджер джин о даст это да всего лишь я ты в порядке со мной все будет хорошо просто я многом просто многом надо подумать прости еще многое нужно сделать береги себя да ты тоже это что у нас такой кто-то а ты как раз вовремя митрарин меня зовут сан джин можете считать меня главным инженером главным инженером полагаю это верный термин старейшина сказала тебе нужна помощь да именно так в пещерах в пещерах внизу мы оборудовали машинный зал для обеспечения лагеря энергии и водой к сожалению сейсмическая активность отключила обе системы и теперь нам надо запустить их вновь сейчас я сильно занят приготовлением к битве поэтому весьма ценной помощью с твоей стороны будет спуститься туда и проверить обе машины конечно сан джин я взгляну спасибо когда ты туда спустишься тебе будет нужно перезапустить генератор и водокачку нам нужно чтобы обе системы работали иначе у нас не будет и шанса выстоять против генерала гая генерала гая внизу то это мы просто прыгаем да просто прыгаем а здесь что может быть тут походить еще это кто ох блять это враги однако но однако сейчас дойдем до конца локации здесь еще у нас выше 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 а еще выше нельзя походу нет лава ты ничего не слышал нет а все это конец локации тогда пойдемте вниз починим там генератор водокачку чем там просит генератор и водокачку а вот это что такое тут шевелится хер знает так 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 и надеюсь там шипов внизу не будет нет его тут есть телепорт это прекрасно сохранимся давайте опять же здесь это будет падать это будет падать это грустно и печально не хочется жопой в лаве оказаться я думаю она убивает с первого раза просто хотя может и нет кольцо какое-то выпало мерзкое кольцо разрушения атака 10 установления 10 20 защиты 3 фиджи 16 удача у нас еще надета так у нас атака 20 атака 20 до нет пока походим с атакой у нас кстати две схемы одинаковые и как-то продать можно это нам так она кончается это замечательно что она кончается блять ёбный ротах ой-ёй-ёй-ёй горю горю синим пламенем да ну не сдохла прикиньте блин она не подохла хорошо так идет блять платформу которые падают меня немного напрягают а здесь еще камень есть внизу ну хорош давайте прыгать оттуда на вот и все по соточке влезть о-о-о-о-о-о-о-о отлично стоп а здесь что такое ох блять вы как-то туда выпрыгнули это мудаки стоп а здесь то что наверху то есть у нас или нам и надо наверх погоди а здесь то еще не понял не понял это просто про просто выход наверное оттуда чтобы не через вулкан вот эти обратно идти а просто спрыгнули спрыгнуть да и все ох ты блять не достала это отлично а где ж тут генератор то куда не могли запсочить чтобы блять не могли его прям на входе поставить и доступ все дела удобства нет надо было в самый конец пещеры куда-то его направить это что такое и так этого докачка но год неудивительно что она остановилась тут все заросло лозой я не хочу рисковать и сломать насос пытаясь срубить эти но лозы лозы может есть способ их выжечь может кстати есть способ то выжечь так ну-ка нахуй вот такой способ подойдет выжигание подойдет судя по всему ахаха но она горит правильно или еще надо херануть во великолепно похоже это помогло прекрасная работа фиджит ах прекрати ты заставляешь меня краснеть водокачка работает сто водокачка то водокачкой а как нам а тут как-то еще наверх что ли можно пройти водокачка заработал а слушайте а там еще наверх как то можно пройти а как но это нам надо на соседнюю локацию идти а ну все правильно сейчас мы пройдем наверно туда так 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 наверх надо да а не наверное налево в другую сторону просто пройти генератор наверно с той стороны так сохранение да давайте сохранимся тогда да и продолжим серию следующий раз что ли выходит генератор уже будем искать чуть позже с вами был малдер всем спасибо за просмотр до новых встреч и всем пока